Запад начинает очередной раунд давления на официальный Минск, целью которого, несомненно, является еще одна попытка отстранить от власти законно выбранного главу государства с тем, чтобы Белоруссия кардинально сменила как внутриполитический, так и прежде всего, внешнеполитический курс. На сей раз в дело похоже, вполне может быть пущена тяжелая артиллерия в виде действительно серьезных экономических санкций, направленных против ключевых отраслей белорусской экономики. Впрочем, гораздо большую озабоченность вызывают инициативы, направленные на создание некоего международного трибунала по этой стране и тому подобные поползновения. Уж больно отчетливые ассоциации напрашиваются с Югославией. Попробуем разобраться, каковы намерения у тех, кто сегодня готовит новую атаку на Александра Лукашенко, мир и порядок, возглавляемый им стране. Кто хочет превратить Белоруссию в страну-изгоя? В принципе, у Александра Григорьевича теперь имеется еще один нешуточный повод для гордости. Лидерша белорусской оппозиции Светлана Тихановская, выступая в Сенате Чехии, по сути дела, приравняла его к самому Сталину, заявив, что таких репрессий страна не знала со времен сталинизма. Это, конечно, в очередной раз демонстрирует не только склонность президентша Света к самой, что ни на есть беспардонной лжи, но и довольно убогий уровень ее эрудиции. В частности, в области истории, во времена Иосифа Виссарионовича, что она сама, что вся ее шайка-лейка не по заграницам бы выезжировали, а с большим энтузиазмом трудились бы на стройках народного хозяйства, скорее всего, где-то на крайнем севере. И это в самом лучшем для себя случае. Скажете, жестоко? Ну, не знаю. Сегодня эта публика дерет глотку, требуя вести против страны, которые у них язык поворачивается называть родиной, как можно более жестокие ограничения и санкции. Расчет прост, осознав свое полнейшее политическое банкротство, оппозиционеры сегодня могут делать ставку только на голодный бунт, который наверняка прокинет Белоруссию в хаос, однако даст им пусть крохотный, но шанс дорваться до вожделенной власти. Как там говорил в своих телеоткровениях Протасевич, чтобы протестовали за миску похлебки. Именно к этому и стремятся сегодня те, кто с безопасного, как им кажется, расстояния пытаются раскачать начавшую уже мало-помалу успокаиваться ситуацию в стране. Еще один пламенный революционер, стоящий во главе самозванного правительства Белорусского народного антикризисного управления Павел Латушка, идет еще дальше и слезно просит все окружающие страны бойкотировать вообще все белорусские товары без исключения. Этот прохиндей, с самым честным видом, пытается уверять, что вовсе не имеет цели погубить белорусскую экономику, просто выхода другого нет. А так-то он и ему подобный потом, после прихода к власти, все восстановит. Правда, правда. Видели мы уже таких майданных созидателей на соседней Украине. Развалят все до основания, а затем, а затем разворуют все, что осталось. К огромному сожалению, политика Запада в отношении стран постсоветского пространства, еще сохранивших собственную промышленность и вообще нормальную экономику, как раз и заключается в стремлении к полной деиндустриализации, максимальному разрушению их народного хозяйства как такового. Все эти страны должны превратиться в аграрно-сырьевые придатки цивилизованного мира, играя роль рынков сбыта для его товаров и резерва гастарбайтеров, готовых вкалывать на белых господ без продыху за сущие копейки. Именно поэтому людоедские идеи Тихановской, Латушка и Ижи с ними были накануне так горячо поддержаны депутатами Европейского парламента, потребовавшими обрушить на Минск лавину санкций и прочих воспитательных мер. В своей резолюции, принятой 10 июня нынешнего года, Европарламент, как обычно, начинает с вранья и развешивание политических ярлыков, называя посадку борта «Районер» в Минске 23 мая захватом и принуждением к приземлению воздушного судна, каковое вместе с арестом Протасевича и Сапеги, по мнению господ евродепутатов, является ужасающим актом нарушения международного права и государственным терроризмом. То, что никто никого не захватывал и ни к чему не принуждал доказывать в данном случае, бесполезно, не услышат. В упоминаемой резолюции, в частности, содержатся призывы к руководству ЕС ввести секторальные санкции против всех ключевых отраслей белорусской промышленности – нефтеперерабатывающей, калийной, деревообрабатывающей, сталелитейной и т.д. Минск также следует временно до отстранения от власти Лукашенко, отключить от системы SWIFT. В страну не должно поступать ни евроцента кредитов и инвестиций, а все компании Евросоюза должны немедли прекратить сотрудничество с ней. НАТО то ли боится, то ли готовится, вдобавок ко всему этому, предлагается блокировать членство Белоруссии во всех международных спортивных федерациях и отстранить ее сборную от участия в предстоящей Олимпиаде в Токио. А также лишить ее государственное телевидение права на трансляцию матчей Евро-2021, при этом безвозмездно передав таковые оппозиционному каналу Белсат. И вот это уже ход достаточно хитрый. Таким образом, кое-кто наверняка рассчитывает увеличить аудиторию подстрекательского ресурса за счет болельщиков. Вообще говоря, всемирная поддержка белорусской оппозиции. Речь явно идет, в первую очередь, о финансовых вливаниях. В резолюции также упомянуто. Так что Тихановская слотушка и их шайка могут быть довольны. Ужасающая перспектива честно зарабатывать на жизнь им в ближайшем времени однозначно не угрожает. При этом, правда, следует понимать, что документ, о котором у нас идет речь, ни малейшей юридической силы, как таковой, не имеет. Он не обязательный к исполнению для государств, входящих в Европейский Союз, а лишь рекомендательный. Впрочем, не стоит тешить себя иллюзиями. Вероятность того, что упомянутые в нем проскрипционные меры, возможно, и не все, но большинство, будут утверждены и введены в действие руководящими органами ЕС чрезвычайно велика. Высказанная парой дней ранее исторического решения Европарламента, позиция верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля места для сомнений не оставляет. И с его уст в адрес Александра Лукашенко впервые прозвучало обрекающее «диктатор». С диктаторами и режимами господа из цивилизованного мира, как известно, говорят только на одном языке. И очень похоже на то, что кое у кого уже чешутся руки перейти к самым, что ни на есть крайним мерам, в свое время уже опробованным на нежелавшем капитулировать перед Западом Слободане Милошевича и его стране. Именно к такому выводы подталкивает в частности заявление генерального секретаря НАТО Йонса Столтенберга о том, что в Альянсе серьезно обеспокоены растущим взаимодействием Минска и Москвы. Казалось бы, какое дело господам евроатлантистам до событий в стране, ни в НАТО, ни в ЕС, ни входящий. Оказывается, очень даже есть дело. Столтенберг в одном из недавних интервью принялся вдруг предостерегать Владимира Путина и Александра Лукашенко от попыток дестабилизировать восточный фланг Альянса. Ну конечно, ведь с Белоруссией граничат входящие в него Латвия, Литва и Польша. Они бедняжки, прямо все избоялись. А ну, как русские с белорусами, объединившись, нарушат их территориальную целостность. А того, наверное, эти нежные страны, сегодня все как одна, переполнены американской солдатней и оружием. А военные учения НАТО там следуют одно за другим. Серьезную озабоченность вызывают также появившиеся среди обычного словесного потока Тихановской призывы создать некий международный трибунал для расследования военных преступлений, совершенных режимом Лукашенко как в прошлом, так и в период после последних президентских выборов. А вот эту формулировку, очень мягко говоря, не блещущей интеллектом президентша свете, кто-то явно подсказал. На такую же мысль наталкивает и то, что кое-кем в Европарламенте данная бредовая идейка была немедленно одобрена и подхвачена. К примеру, группой Европейской народной партии ЕНП и входящей в нее депутатшей от Латвии Сандра Калиенти. Для чего нужны подобные вещи? В том числе и для того, чтобы на основании установленных, то есть сфабрикованных фактов об ужасных преступлениях, потребовать ООН мандата для введения на охваченную гуманитарным кризисом территорию миротворческих сил, то есть контингентов все того же НАТО. Как видим, атака идет по целому ряду направлений. Прежде всего те, кто твердо решил любой ценой довести до конца процесс свержения законной власти Белоруссии, стремятся погрузить эту страну в экономический кризис, создав как можно более тяжелые, а лучше, невыносимые жизненные условия для большинства ее граждан. В этом и заключается цель санкций. С другой стороны, сейчас начинается смещение акцентов в трактовке мировым сообществом неугодного ему минского режима. Из просто авторитарного и нелегитимного его пытаются сделать уже террористическим, совершающим военные преступления и несущим прямую угрозу безопасности соседних стран. От всего этого полшага до полной международной изоляции и военной интервенции. Повод? Подкину одну версию из многих возможных. В Литве сейчас заявляют о невиданных ранее волнах нелегальных мигрантов из Белоруссии. Якобы люди массово бегут от диктатора. Это, впрочем, лишь присказка, главное в другом. На днях официальный Вильнюс заявил о начале строительства целого палаточного городка для белорусских беженцев, которых якобы не вмещают действующие фильтрационные центры. Самое интересное, власти Литвы уже огласили намерение выдвинуть армейские части для охраны границы с Белоруссией, которая, по словам литовского министра внутренних дел, ведет гибридную войну против своей соседки. Как вы думаете, сложно ли в такой ситуации будет устроить роскошную приграничную провокацию со стрельбой, кровопролитием, гибелью людей? Можно не сомневаться, все это будет тщательно зафиксировано фотоаппаратами и видеокамерами, случайно оказавшихся на месте трагедии журналистов правильных СМИ Запада. Это всего лишь один из сценариев. Можно не сомневаться, нечто подобное уже давно было бы организовано, если бы не так пугающая господина Столтенберга, и прочих лидеров НАТО, военное сотрудничество России и Белоруссии. Белорусская армия сама по себе отнюдь не подарок для североатлантистов, но если в дело вмешаются наши вооруженные силы, все станет совсем скверно. В альянсе это понимают отлично. Однако на что-то же надеются, если проводят столь масштабные и явные приготовления к агрессии? Знать бы, на что именно.